Будут инспектировать, поэтому... Всё, вначале молитесь, молитесь. Ну вот по школе, чтобы школу-филиал сделали, будут всё проверять с освещенностью. В общем, много чего. Песня, помолись. Господи, благослови нас на эти занятия. Какое наше сердце принять условия Твоей. Помоги нам не только это услышать, но и исполнить свою жизнь. Тебе слава за всё. Отец Своё Святой Дмитрию. Аминь. 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 Продолжение следует. Продолжение следует... 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 отвержается очередь для указания Его, ибо плоть Господа имеет великую несказанную силу. Он становится им невидимым, потому что имел не такое уже тело, чтобы надолго прилюбать с ними, и вместе для того, чтобы таковым действием еще более усилить их любовь. В эти часы, конечно, Господь явился Симону, покуда эти два мужа совершали обратный путь Русалима. В сердце их горело, или от огня слов Господних, когда при изъяснении Господом они внутренне разгорались и соглашались с Его речами, как истинными, и тогда Он изъяснял им Писание. В сердце их билось и внутренне говорило, сей Самой, Которой изъясняет нам есть Господь. У вас вопросы как-то не возникают. Я задаю вопросы. А вы понимаете сразу, да, вопрос. А ответа и нет. То есть вы не понимаете, что вам непонятно. Вы как-то разбудите себя на это, что надо было глубже глянуть. Как так? Воскрес. И он упрекал за неверие. За неверие. А когда они поверили, и Петр поверил. А явившиеся воскресшие к Иисусу прикалы, за неверие, скажем, неверие. И это не все. Как это было для других донести, чтобы люди-то поверили? Самая мощная и добрая была то, что они готовы были уберить за это. А за ложь никто не пойдет умирать. Придумал сказку, а потом, да, я придумал, я пошутил. И здесь нет. А я уже никак не отрекаюсь. Вот вчера в Минадору там батюшка читал. Да не никак. Девушки посетили себя в детстве, в виде Бога. Притащили их на допрос. Что они могли открыть? И что? Материум распятал, воскрешил. Человек умирает, и кроме лопуха на могиле ничего нет. Что вы придумали? Воскрес. Он себя защитить не мог. И сел на кресле. Да, так, он воскрес. А вы видели его раскрешивать? Мы не так поверим. А это не довод. Я бегаю. Другой верит в другое. Верит в воду. Там, путешествия какие-то. Что такое было, что люди пошли за этим. Не один, не два, три тысячи, пять тысяч. А сегодня это не три, не пять тысяч. Каждый день. Там два раза больше не упоминаются. А то в одном месте было. А сегодня это на том же земном шаре. Обращаются до людей, ко Христу, и наркоманы, и убийцы, и в фильмах работа найдет. И по всему миру речь идет не о двух тысячах, не о трех. Ежедневно. Вот как. Как поверить в это? Что-то можно поверить. Во что-то такое-то. Вот Александр Петендонский, он завоевал. Его там сохранились сказания о нем. Считают, что это был демон с двумя рогами. И реветишек-блюдьки еще у матери пугают Александра. В Экидонский. Потому что остались следы. Разрушений. Здесь ничего нигде нет. Доказательств никаких. Это самое главное. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах. За этим-то что следует? Как они могли поверить? И дальше вопрос. А когда лучше поверить в воскресенье было? Тогда или сейчас? Кому речь? Тем людям, которые были. Ну, одновременно жили за Христом. Или нам. Остающим на две тысячи лет. Эти вопросы-то почему не задаете? И что тогда нам нужно сделать? Нужно были ли там поверить в вас? И как это сделать? Я говорю, Христос такой-то был, мы верим, это был очень хороший человек. Хороший человек. Ну, какой он хороший? Как Высоцкий, может быть? Нет. Он добрый был. И только у нас она к крещению готовилась, и она ответ окрещала. Он добрый человек был. Ну, хороший. Но чтобы поверить так, как он показал. Верующий в Сына Божий, имеющий в Вечерину, хороший человек. А неверующий не умеет жить. И за этим-то стоит что? Но гнев Божий не бывает на нем. То есть он все время под гневом Божий. А вот тут такое-то. Вот сейчас депутаты им назначили зарплату, депутатам, 450 тысяч. А вот надо всеми учителями, которые главные, это министр просвещения, там, 2,5-3 миллиона в месяц. В месяц. А училие получают 16-18, это в Москве. А наши-то тут получают, я не знаю, или 10 тысяч, они еще, может, не получают. Вот как. Ну, как, да чем нам тогда нужна была революция, убийство, равенство, братцы, нет же ничего этого. Тут понятно, за них никто не пойдет, никто не будет защищать продажную власть, где бы она ни была. Но тут-то, как они могли, не просто верить, а жизнь полагать. Ну, только отрекись. Отрекись одно слово, скажи вам, я воскрес, иди домой. Мы тебе не запрещаем проповедовать. Жития святая, это есть. Иди проповедуй, сколько хочешь. Нет, он воскрес. Он вас ждет. Покайтесь, веруйте в Иванге, иначе вы в Иван подаете, скажите. Начинают мучить их, а они смеются, ага, не мучают. Она говорит, у вас еще дров нет, у моей отец плотник, идите у него займите. Ее жгут, у них все лопается, а она смеется над ними. Другого лежит, он над ними смеется, на огромных сковородах специально выпустили завод из коварда мучить христиан. И вот все, жареное нет, а он говорит, один волк изжарился, переверните на другой-то, вам вся лопа едать-то надо. Ну, когда свинью бывает, поджаривают где-то. И тогда говорили о них, она не как деревья, они боли не чувствуют. Бог отнимал они и чувствовали, смотрели как на чужое. Как они могли укрепиться так? В чем суть, чтобы это у нас было? Доказательств никаких нет, что Христос-то воскресе. Нигде нет. Вот здесь, жареное наклавное воскресло, так она лежала, профессионер расписался там, она умерла. У меня на руках свидетельство из морга, там взяли ее, вот она ожила. Тут что-то есть, свидетель есть, а тут ни одного живого свидетеля нет. И свидетель это воскресенье, ее, таких тоже мало было. Я с ней встречался, беседовал, но я-то какой? Я со стороны пришел, я поверил, потому что документы. А тут на смерть шли. А у меня вот туда встали, скажут, я решили, что Клаве воскресенье, он сразу отрился. А мне еще от Клавы, это мне жить надо. Куда я брошу вас? Там у меня голод, тут у меня на книжке, деньги снимать надо прожить, детей пожили и замуж выдать. Здесь никак, ни на что не шли они, никак. Один правитель написано, по совету, хороший советник был. И говорит, не мучай, они молодые ребята крепкие все, поженились. Вы отпустите их домой, они не убегут, чтобы слово дали. Они говорят, мы не убежим. Идите дома, поживите неделю, потом посмотрим, что сразу будет. А дома домашних наказали. Если вы их не уговорите, а отречься так, мы их казним все равно. Они пришли, родственники падают, обнимают, детишек показывают, это твоя кровь и плоть. Ну скажи, как я не воскрелся, ну что ж ты так-то? И они начали колебаться, написано. Жены молодые, мафии, отцы. И наконец-то, брат, ты что делаешь-то? Нет, он воскрес. Так, до свидания, идем в тюрьму. Чего нам медлить? Мы сегодня будем со Христом. И вера была не просто вера. Вот сейчас палку брось, куда берут собаку, а в Наташку попадешь. Видите, Наталья, Настасья, там Наташа. Имен-то настоящий. Ненадор, это никто не назовет сегодня, который сейчас батюшкой читался. А в Наташку. А в Наталья. А в Наталья, там такая. И вот она как? Его отпустили. Он то ли подал там что-то им этим сражникам, а она всем говорит, у меня арестовали. Адриана-то. А он молодой. А она еще моложе. Может быть, от 16-15. У нас свой мучить не будет теперь. Мы прямо будем знать, у нас когда тайна не будет. И Друховна смотрит. Он идет. Она быстренько все стенки закрыла. В отбор не пускает. Он пришел. Наташа, у меня отпустили только на вечер. Открой. Пошел вон отсюда, отступник. Глядеть не хочу. Я всегда знал, что ты такой смерть моющий. Ты не выдержал. Отступил. Эх ты. Да подожди ты, дай слово сказать. Ну говори, отступник окаянный. Да я не отступил. Я пришел попрощаться, рассказать, куда срезся. И как там с ребятишками быть-то. А вернешься назад? Ну да, что меня знаешь. Что бы я для слова пускал. Ну ладно, говори через дверь. А то зайдешь и не выйдешь тут. Вот. Я хотел наказать. Ну у меня все, так больше нет. Наши ребята крепко все держатся. Ну иди скорее, а то там еще не пустят тебя клюкута. И она добилась то, что проникла к нему на невестой казни. Казнят. И она только убеждает. Руку одну отрубили, а он сознание теряет. Адриан, Адриан, смотри внимательно. Ты видишь, я жена твоя. Давай вторую руку отрубят. За вторую руку ему надо. Радом получишь. Отрубили, он сознание не потерял. А на замок его подтаскивает на наковарь. Это ворот добьют-то. Адриан, глаза за... Адриан. Открыл глаза. Ногу ты чувствуешь? Руби, он сейчас ему сознание. Ты видишь, он в сознании, глаза нормально смотрит. Руби ногу ему скорее. Он за ногу получит награду. Это не фанатизм? Не экстремизм? Это все в житиях написано. Ты прикинь эту картину. Для нее эта жизнь не существовала. Она видела открытое небо. Она видела там Адриану. Заранее. Ребенка тащит. Зачем? Вместе со всеми от Анфимы Никомедейского. Хочу вместе с ними, чтобы ребенок со мной был. Он сгорит вместе со мной. Мы сегодня там будем, за Христом. Вера, побеждающая, сдвигающая в горы. У нас как чуть-чуть этот там... Ну, поляка кольнула, уже видишь, таблетки гремит. Там выпить надо. Вплоть до волшебников пойдут. Скажет так. А доказательства у людей-то не было никаких. А эти прошиты века. Она не современница Христа. Доказательств, повторяю, никаких. Он воскрес, Христос. Ну, какое-то знамение бы было. Никакого нету. Совсем. Хотя иногда было такое. Там Григорий Акадзадийский. Иудеи. Собрались все вместе. Вот если бы Христос съелился сейчас на небе-то, мы бы все поверили. И он тогда к Богу возвал. Господи, прости, нельзя молиться так. Но я скажу, яви им себя. И вдруг гром молнии на облаках Господь идет. Все пали. И все евреи видели Христа. Да если сегодня так, вну появился бы Христос, то потрес стены-то. Ну, неужели бы никто, кроме Пахломской Натальи, не обратился? Девчонка одна сидит. И одна голосует против всех. Казаченко, прессионный возраст. Одна. А была прокурором, поставили Крыма. Там ее, видно, сильно угрожали. Ее сюда перевели депутатом сейчас. Это избрали. И она везде. И знаете, стали говорить, она... Я первая это сказала, что наказать надо за это кощунники. Она в Аматееве, там, когда я шла. Все молчат. Она одна девчонка. Я не знаю, замужем она или нет. Я недавно ей письмо написала Наталья Пахломская. Севастополь, с Пайтом, была и давно. Ну, смотреть на нее, как она, ну, школьница прямо совсем. И она проголосовала. Сегодня, чтобы все на демонстрацию пришли. Депутат Верховной Рады. Наши русские духи. И икона в руках. Большая икона. Икону впереди себя держит. Я православный, поэтому я из иконы. Что, специально ее вот сбить накал, ставят такую? Или она такая или нет? Я недавно ей письмо написал. Пока ответили. Жириновский ответил, а она нет. Пойте скажут, что еще помочь, я не могу. Защитный мне-то нужно. Я еще заранее оправдал ее. Потому что любовь. Ну, вот здесь сейчас отправиться сказал. Давай. У меня такое суждение возникло по прочтению этого стиха с Ивангрией. О том, что Клиопа и Второй Сниг, не говори названно, сказали Христу, что мы надеялись, чтобы он избавил Израиля. А ведь почему народ Израиля думал, что придет именно Царь-Избавитель? В Ветхом Завете так и написано, что он будет из рода Давида, восстанет от истории его. А если от истории его дашит царь, а если царь дашит могущественную силу, будет иметь армию и избавит народ. А тогда народ Израиля находился по владычествам Древнего Рима. То есть он был превращенным народом киевской государственности, как таковой, уже не имел. А ведь Господь пояснил, что он царь, но только в его царствах не от мира сего. А почему надеялись евреи и иудеи, что будет именно Царь, как царство, допустим, Давид или Соломон, что при его Господстве, при его владычестве Израиль не только освободится от Израиля этого римского игора, но также будет и над всем миром, властелином. Какие-то мысли почепнущие израильскому народу. И об всем одном строку идет. Научены-то были, что здесь на земле воцарится. Римских захватчиков сведет и воцарится. А что, восяг на престоле царя Давида не здесь, а где, то об этом евреи не учили. Это надо было переучивать заново теперь все. Ударят по щеке, поставят вторую. Да вас переболоть отводить деревьев всех. Две тысячи лет. Да если бы христиане действовали так, то... А ведь это учение Христово, оно было не разрушительным, а созидательным. Но где? Прямо враги ваши домашние. Только на них так и смотреть. Так и смотреть. Он тебя затащит обратить их жизнью своей, словно евангель, чтобы они поверили. Даже слабенькая вера, и то я на первое место выбегал, верю, Господи, помоги моему неверию. Было же такое. Так, вера, ты говори, неверия. Неверия задушила веру. Верить, что он воскрес, отлевший как лазер, это невозможно. Вопреки логике, вопреки медицине, биологии, вопреки здравосмысла. Мы верим в абсурд. Как Тартурян сказал, верю, потому что это абсурд. А если это не... То есть это нонсенс, это невозможно. И поэтому я тогда говорю, вера, помоги мне. Он говорит, да, это так. А без веры, угоди Богу, невозможно. Ибо надо нашел приходящий к нему веру, и ищущий к нему раздает. Доказательств никаких. Это мы должны знать. А мне, оказывается, не нужно достануть его выносить, и Бог тебе... Замечебеет. Верю. Я верю, а не принимаю доказательства. Меня не раз спрашивали, а вы можете это доказать? Нет доказательств. В вопросах веры доказательств практически нет. Но как, когда жена его ела, вообще-то такая, что ела была? Ну как? Что такие дети были? И по порядку. Это мы верим. Верим, Бог говорит, из ничего сотворил мир. Сказал, добыть светы. Но откуда он взялся свет? Откуда Бог право потерял? А он всегда был, как было, маном, бездном. Но откуда она от этим взялась? Бог вешает. Отворение временное, видимое временное, а невидимое вечное. Вот это надо усвоить. Вот сейчас я вчера позвонил, Анна Елена, на часах с единой подниматься. Я подумал, как бы не поставили часа нашего отдельно, старшего, в стеклу-то. А мне, а кого везти-то? Два гальяна. Я думаю, она попросила, о чем я ей буду говорить? Я буду говорить то, как меня учила мама. Но только покажу это во свете Евангелия. На первом месте страх Божий. Ты смертный. Думаю, я спрошу. Варланд, ты веришь, что ты умрешь? Да. Вот. А мы были вон с сестра Валентина. А там кто тогда? Кирилл был? Ты тоже смертный? Я никогда. Только разговаривали, что никогда. Спички упал. Заорал. Ну так вот и все. А упался бы, а ступень бы там, а что там, а лестницу? А я? Я нет. Я говорю, да не врет. И вот, 320 миллиардов клеточек говорят в человеке. Если каждая клеточка выпьет, убирать не хочу. Мама говорила, терплю до конца, буду мучен без конца. Такой фразы нет, Библия, но смысл есть из других мест писания. Думаю, я им это расскажу. Страх Божий, чтоб был. Почтение к родителям. И все делают для того, чтобы быть Богом. Иметь его защитником, заступником. Там он сидит, Степа, и у него из пророка Исаии написано. Я тебя защищу, я тебя помилую, я тебя поддержу, Бог обещает. А кто нам? Говорит, Василиса написала-то. Это не просто так. Ты за нее молись каждый день. Какой она тебе подарок дала. А пророка Исаия выпросила стих один. Вер, доказательств нет. Только верить. Итак, поверь. Давай, побоимся, чтобы Бог дал тебе веру. Стали молиться. И вдруг священный, который молился, он учит, верю. Я говорю, что всему поверил. Абсолютно всему. А он учител. Я говорю, вчера верил. Вчера нет. Но мне ночью сон было. Я говорю, такое. А было сказано к нам в камеру, Бог придет. Я только в камеру шагнул. Он говорит, вы Бог. Я говорю, нет, я о Боге говорю. Я не Бог. А вот какую-то валюту обменула Германия. Тогда обмен этими деятелями был. Ну, ему дали там что-то. А он сбежал сюда. А теперь уже не мог. Так вот, до утра мне Иван переделил. Готовый молиться, все готово. У него все созрело. Только трогать надо было. Каждое слово. Говорит, и как? Все ложится на сердце. У меня вопросов в челюсти сейчас нет никаких. А сам, на кого похоже, даже не знаю. На батюшку, может. Рутся такие волосы. Ну, вот так. Доказательство кроется в вере. Призвать к вере. Помолится. А если не ответ? Доказательств нет. Ну, просто попроси сам. Я не верю. То есть я верю, что христианство это хорошо. Христианство это не какая-то там область непонимаемая. Это все желают этого. Все хотят, чтобы так обращались с ними. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы. Вера. Она упрашивается. Вера – это дар Божий. И люди мерзкие, когда не верят в них, понятно. Нигде в природе этого нет. Да люби врагов. Нет этого в природе. Нигде. Тут корова там хорошая. Ты гладишь ее. Как они весной вышли, они сразу начинают бодаться. Выявляют, кто из них главнее. Бодаются, прям кажется, нахер. Все. Самая вредная корова, вон, Личаковская, куда бы ни пошла, она везде. Ну, прям не знаю. Я говорю, не думай, что ли я. Самая вредная за ней стоит. Это вот все-все не избавился. Да, Устиновская, запрена ее место встанет. Это уже было. Так? Да, да. Вот сестра знает. Ничего нельзя сделать? Где-нибудь в этой коровке болото заезд вытащился. Он хотел вырвать ее. А потом, смотрю, в стадо, где-то слуха пошел к стаду. Это она сама вышла. Ну, это реально остался. Он пас один день. Ох, и вредная. Вот. Я подумал, что она заколдована. С правой стороны. Вот она лево повернулась, но не левый бок. Ну, я так и завекаю. 10-5 я насчитал. Вот коровы ложатся. На елес мы вплотную подошли по стелу барабаша. Зеленая. Они, если не подпускают, там выщипает траву-то. А туда, в низинку, в самом низу, где уже не там, по кость где-то. Ложатся. Овся здесь. Она одна встала, шагнула шаг. Второй, третий. Одна со всех. Я говорю, куда пошла? Я на просе прием. Вдаль смотрит, бывает такая, тоскует или что-то. Взгляд, как будто не корова совсем. Я все заснял. Я говорю, снимаю. Я говорю, я тебя снимаю. Потом покажу. На меня коса взглянула. А дальше опять. Только повернулась. Она, как на лошади, пошла. В лес. Одна. Ни одной коровы за ней нет. Это ненормально. Она не бывает так. Это хорошо бегает. Вот так, олень. Он за ней. Не убери, завтра другая будет такая. И куда она пообщалась, непонятно. Прямо в лес. И никуда так, жилетной дороги. Прямо ужарванула. Ни одна корова за ней не пошла. Один теленок. Я-то такого даже не помню, чтобы было. Да кого? У Миши, у Никитина была. Не проведи Господь. Приехали покупатели, а я срылась. И молюсь, Господи, хоть бы они ее купили. Думаю, ну все. Барбашинская. Барбашинскую заказали. А Глушковская. Глушковская. А, Глушковская. А Голи. А Голи. А Голи Андреева. Тут была спокойная. Для него это же руку, так и держит. А вот был бы Троцкий. За Троцкий еще хуже был бы Сталина. Сегодня уже сто раз доказано. Ты благодари Бога за то, что есть. Любить врага нет такого закона в природе. Нету. Это Карамазов Иван говорит. Его нету. А закон Божий. А он заставляет любить. Любить. Потому что то, из чего мы сегодня недовольны другом, это такое временное, такое ничтожное. Через сто лет жизни на этой песне никто испоминать не будет. Ни нас, ни его. А заповедь Божия, исполненная, засияет в веках. Прости, Господи. И вот мы к этому подошли. Господь упрекал за неверие. Господь, ну доказательств нету. И не будет вверх. А может ты только сознание потерял на кресте, так сегодня говорят. А потом потихоньку выпал, говорит, оттуда и явился. Из граждан не сытая. Ну, наверное, старина. Так, быть внимательны, напрягитесь. Всю жизнь проспите. И будете оправдывать, что я не спала. Теперь главное доказательство, что я не спала. То есть это нормальная моя жизнь была. А какая реальность? А я не знаю, я все время спала. Теперь тогда за счет и фразу сказали. Они так не спрашивают, прополучили. Ну, я еще добавлю. У меня еще раздражение возникло. То есть происходит на протяжении своей проповеди. Я так не хочу фазовам, что у него царство нет мира сего. Что он пришел спасти погибших овец дома Израиля. Не быть царем, царь Соломон, царь Давид. А пойти, прийти и спасти. А евреи, если вы говорили, что евреи надеялись и видеть его лице царя. Даже хотели поставить его, захватить и поставить его царем. А он постоянно показывает, что он пришел спасать человеческие души. Не Израиль народ, а души человеческие. Почему так происходит? Вот есть слова Христа, он говорит, почему вы не понимаете речи молей? И тут же дает объяснение. Потому что слово мое не вмещается в вас. Вот это и все. То есть не верили. Они действительно только по земному мысли. У них больше другого даже и помыста не было, чтобы он воскрес. Как так? Не было еще в жизни никогда. Кто-то кого-то восписал, но чтобы сам воскрес? Никогда. Вот это и я сама не могла ли они это усвоить, не могла ли они это понять? Нам сейчас легче. Она не очень точно, что-то меньше. У нас сколько уже опыт, человеческие опыты, духовные. Мы говорим, что тот обманщик говорил, что он воскрес. Хоть мы манялись сразу же, заплатили деньги, но это не помогло. Теперь воины начали грешить. Мы уснули. А вы уснули у них? На бахте уснули? Когда-то? Смерть на пирогах. 4-4. То есть 16 солдат охраняли Петра. Его нет. Не говорит, этот. И вот поискал, не нашел. Ну, как раз дело. 16 человек голову отрубил. А мы уснули. То есть договорились. И мы вас избавим от неприятностей. Вот так расскажите. Дарим денег, и от неприятностей мы вас избавим. То есть они другого варианта не нашли, как объяснить. И среди евреев на сегодняшний день так вот алоше осталось. Я вот сегодня на молитве рассказываю тут, вот, был у нас тут один человек, недавно, Матеряевский, он приехал, у него ложь, ложь покрытая, земля плоская, все на лжи, там, Славик, там, Пророк, там, Жермарк, там, то есть вся ложь в нем, а ложь отец, лжи от дьявола, то есть это внутри было, это внутри. Мы стали молиться утром, когда он приехал, помолились, он говорил, а я даю всем читать, писал вверх, а он читает, и никто не заметил даже, а я сразу говорю, а почему он так считал, как? Да ты не причитал, он говорит, у тебя на свишне какой-то сидит, как так? Не знаю, там хохочет, видно, шпешник у тебя, взяли записали на магитофон и дали послушать, он сам тогда рассмеялся, правда? Правда? То есть о дьяволе, стали дальше беседовать как? Первого жена там решили его вернуть назад, и ей посоветовали там пойти к ведьме, она нашитала, с травами в мешочек, ему подвешивали, он сам все рассказывает, все записано у меня. А это, это не просто так, это открывает дверь и нечистости, то есть это жест, а это жест дьявол, дьявол, клеветник, вот дьявол, теперь здесь у него начинает, он никуда не делся, он теперь перерастает в сатану, сатана означает противник. А кто такой? Что он мне указывает? Я не батюшку, не кого не признаю, то есть звание его, а теперь поставить задачу, раз уж потеряю его. У него друзья есть только наш класс, и все мы идут в почерну, на подробу, тебя только не сдавайся, сейчас мы здесь подойдем, и к тебе сосед с тобой пишут, а я вот это считаю. То есть перешел, снимала его змея, название. Я гляжу, он все стадии прошел здесь, а когда ничего нету, тогда вернись назад. Я только еще сегодня утром видел это. Он приехал, противником не было, не было сатанистского, не было, дьявольское было. Так это один, качество, качество дьявола, он лжецкий отец лжи. А сатана, сатан переводится противник, теперь начал противиться. Неделю назад защищался, а теперь ни батюшка, ни патриарх, никто, так не бывает. Какие-то прелюдии, шаги должны быть. Я даже в команду кто-то нажал, сказали, и сразу стал, и как он ведет, записано все. Спаси Христос, вот Людмила Анатольевна, ее вроде записывающий был, привоз, достался. Теперь он, это не на один год, все это как он. Видали такие, что вы мне указываете, я сам себе хозяин-то. То есть он сделал все сатаной. Я не бьюни, Анатольевна, прошел все сатани, а теперь что ничего нет, значит, привезли все. Все, все выполнил, дальше он еще не может привезли. И вернись назад, это о чем вы говорите? Это оттуда приехал, он правильно? А, в смысле... Вернись назад, все, и вот это, говорит, этапировали, не просто так. Он сидел здесь в заключении. Вот когда все совместные сказали, что ты должен уместиться через месяц, он не явился. Тут сразу кнопку нажали, и с края, все. Приехал глист, уже не разговаривает. Сгрегли, а там отдельная тюрьма для них. Отдельная. Не в той вообще. Отдельно, как иностранцы. Я и не знал, что она тут так близко. Я был, видался там с ним. И сегодня я подумал, вот какие звали древние, змей и прочее. Вот пришел с Димитри. Я говорю, а как же ты дилем? Никак. Это все обман. Я говорю, а космонавты же? Никаких космонавтов нет. Они есть космонавты, но летать никто не летал. Не летал и деньги платят. Сказали, вы говорите, береговой, как говорили, никто об Америке. Да никто не был, это обман. Флаг-то видите, как висит, там доказали уже. А ветра нет. Так ее сделали. Долго. Матери такую, которую может держать. Сегодня разве трудно, там они армируют. И ничего не забыла доказать. Никак. Я предлагал, давай, я тебе докажу, что земля круглая, но надо поехать. Я одно место на земле знаю, где это нельзя. Должна быть ровная поверхность идеально. Такое место только Байкал, когда он застывает. А он застывает не торосами, как море, а там забор тишина, а вода там везде ровная идет. И мы возьмем с собой вот так, два метра вот такой вот, и на два метра, там свернем вот так, и сверху материя красная. Видно будет только на 4 километра 800 метров. Ну мы возьмем табуретку и бинокль. 4800. Ты стоишь, мы с тобой переговариваемся. Видишь? Да, вижу. А у тебя ровность какой? 1,70 метра. 4,80 метра. Таблица есть. А 4,900 метра уже не видно. А почему? Да потому что далекая. Я говорю, нет, ты на табуретку, на табуретку ты взял. Встал, ой, я вижу. Так недалекая. Не вооружен, ладно, 5 километров. Это ближе, чем на урывке. А вот если мы поднимемся на высадку с этажного дома, тогда будет видно на 7,5 километров примерно. Таблица. Сколько видно с горы, сколько видно с самолета, и сколько видно из космоса. Почему? Потому что она из-за этих горбун, земли, тебя не видно. 4800. Вот это вот такая вот огромная, она не очень огромная. Мы просто не видим, где она. Налей водя, она в одну сторону потечет вода. Здесь. Там, может быть, поедем? Он мне отказался. Я говорю, ладно, я все оставляю, поехали. Машина у тебя есть. Едем там, мы ночую, возьмем постель с собой. Поедем и на месте увидим. Ты на месте увидишь это. Корабли, когда идут, корабли не видно, а машины не дают, откуда ночно. А корабли, да нет, будут за горизонтом. До горизонта нет никакого. Если земля плоская, то ночь должна быть везде одинаковая. Земля, раз она плоская-то. А мне звонят, у вас какое время? Ну, я говорю, 12 дня. Он говорит, у нас 12 ночи, они из Америки. Ну, как это может, если солнце поднимет лампочку, и вот эта доска везде ее будет видно? Никак. Да доказательств очень много. А Сатурна уже вошел, ничего нет. Я ему, кстати, говорю, тоже хотел, сколько раз это звал его вместе. Я тебе все покажу, расскажу. Вот. Боится, вот не хочешь упорно. Я говорю, у меня все есть. Давай, я тебе... Сколько раз. Вот я говорю. Он свое уперся. А там лжи перешел в противление, а потом в уничтожение. Как последние дни мы знали, бронидарейское буйство. Сколько людей. Мы с грехи под стекла уже подъехали. Тут у нас целая армия. Ты только держись. А с той стороны вкорченное там. Там китайский, льдон чин. Там разное. А он на полном серьезе все воспринимает. Никого нету. А над нами главный будет, а тут у вас кучеглазый. Вот он с вами будет главный. Вы знаете, о ком речь идет. И ничего нету. Нету. И все сразу ощущаться, как будто никогда нигде не было. Я сегодня на молитву увидел. Он видишь, как по ступеням звание прошел все. И когда выполнено все, висия выполнена иди работа. И тут не нужно больше. Ну как себе материальную нанесу в чем-то вообще. Да. Ну вот сейчас дальше идем. Причитаем. Захватили. Захватили. Вот послушаем. Так. Булханова 4. 36. 36. Так. И когда они говорили о себе, сам Иисус стал посреди них и сказал им. Мир вам. А не смутившись, испугавшись, подумавшись, что видит Духа. Но он сказал им. Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки и на ноги. Это я сам. А все жители меня есть. И рассмотрите. Ибо дух вот это сильно не имеет, как видите у меня. И сказал им это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивились, он сказал им. Есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотого йода. И взяв ее перед ними, сказал им. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами. Что надлежит исполниться всему, написанному мне в законе и в пророках, и в салфах. Для чего говорит, какие мысли входят в сердце ваши? Стал Парамин Георгиевич. А всеми признано, что знать сердце свойственно одному Богу. Псалом 138. Плюс укрепляет еще и, ну, это казалось, что осязание рук и ног. Вы, говорит, считаете меня за духом, и все приедения, каковы их обыкновенно много от умерших, представляются. Особенно при гробах. Но знайте, что дух не имеет ни плоти, ни костей. А я имею плоть и кости, хотя божественнейшие и духовные. Ибо тело Господа, хотя не было духом, но было духовным. То есть чуждо всякой вещественной грубости. И управлялось духом. Тело, какое мы ныне имеем, душевное. То есть управляется душой. И ожитворяется естественными и душевными свойствами и силами. А тело, каким оно будет по воскресенью, Павел называет духовным. 1 Коринфянам 15 глава. То есть оно ожитворяется и управляется духом Божьим, а не душой. В их неизвеченным и духовным образом пересоздано для нетления сохранения вона. Так нужно мыслить о теле Господне по воскресенью. Именно как о духовном, тонком, чужом всякой грубости, Не нуждающемся ни в пище, ни в другом чем. Хотя Господь и вкушал в любви меня. Ибо если он вкушал, то не вкушал и не по природе тело свое, Но по особенному построению. Именно. Чтобы показать, что воскресло то же самое тело, которое страдало. А в природе этого тела было ходить сквозь заперты двери, Без труда переходить от места до места. Когда же ученики еще не верили, не осязанием, не убеждались, То Господь превосокупил еще и доказательство вкушения пищи, Потребляя и думая некоторые божественные силы. Ибо все, что естественно подается устами, поедается устами, Афедроном выходит. А он, как мы сказали, вкушает не по закону природы, Но по особенному устроению. Употребленные им ясно, кажется, имеют и некоторый прикровенный смысл. Вкушает час печеной рыбы. Господь дает знать, что он огнем своего божества Испет наше естество, плавающее в соленой жизни сей. Обсушил всю влагу, приставшую к нему глубоких вод, Особенно от воли. И таким образом сделал он ее божественной пищей, Сделав приятной Богу, снизил то, что было прежде скверно. Это означает бчеридным сотом, то есть нынешняя слабость нашего естества, Хрежь и отвершена. Есть не бчеридная премудрость божественная, а бчела есть Христос. Хотя она мала величиной, ибо слово сокращено и слабо силой. Ибо Павел проповедует не в силе слова, чтобы не упразднить креста, как написано в 1 Коринфянам 1-2. Однако же она любезна царям и частным людям, кои труды ее употребляют на здоровье души. Здесь идет третье объявление, что никогда он, видящим, не могли поверить. Сколько? Можно отсловывать, да? Действительно, Господь Иисус Христос вошел в дверь, которая была закрыта. И написано в комментариях, что не было тело духовное. Иными словами, оно имело свойство, которое не присуще теме человечества. И что это тело духовное управляется Духом Святым. А человечество, как он написано, управляется душой. И вот когда он ел подтверждение того, что он реальная личность, имен и пищу пушал, то это действительно было доказательство. Мы знаем из Ветхого Завета. Я не могу точно сказать какая-то книга. Там был человек, который послал своего сына в другой город, какому знакомому. Взять у него долг. А провожателем у этого юноши, не женатого, оказался сам ангел. Но только он скрывался под видом человека. И вот когда этот ангел открыл себя, то в первую очередь спрашивает его юноша, «А как же что? Ты ангел, а ты ел». А он ангел отвечает ему, «Я имитировал, что ел, но на самом деле я не ел». Ну то, что Господь пушал мед, я об этом не сомневаюсь, потому что Богу все возможно. Но как ангел ответил, ты просто имел в своем представлении, что я ем, а на самом деле пищи не вкушал. Вот еще как думаешь. То есть, может быть, как бы под воздействием каких-то мыслей, что человек вкушает пищу, а на самом деле это ангел. Такие вещи, мне кажется, это все-таки тайна для нас, для человека тайна. Мы даже не можем абсолютно понять, как это происходит. Вот правильно здесь написано, что Господь дает знать, что Он огнем Своего Божества испек наше естество. То есть, как бы, Он дает видимость, да, мы видим, что Он есть, что Он все. Мы уже тогда думали, что Он есть, осязаемый, но кто Он, конечно, вот, мы видим. И тем не менее, как Он мог пройти через стены? То есть, это естество было совершенно другого характера. Именно божественное. Нам это не понять, как я так полагаю. Это хоть как-то ее не толкует, это только наши предположения, фантазии в какой-то степени. Работа мыслей. Но нам не понять, как не понять Святую Троицу. Справь Бог Святую Троицу. Хорошо. Но тогда и другого вопрос возникает. Если в первом случае Господь реально потреблял мед и рыбу, чтобы показать, что Он на самом деле рыбу, то ангел, как бы, получается, вводил заблуждение своего юноша. Почему? Он не сам по себе действовал. Это, видимо, по указанию Бога. Господь Его послал. Бог послал его на это. И он, по велению, а для ангела чего? Он же тоже мыслал. Мы можем дать пояснение. А правда? Почему? Но, тем не менее, ангел не ел, а внушил человеку ложное мнение, что он кушал. Вложное мнение. Но тогда можно сказать, и Христос может ложное мнение. Как он живет? А Бог? Он тут уже в сомне едет. Нет. Ангелы, ну что, ангел это же послание Божье. Послание. Он должен, если он пришел по воле Божьей и сказал, что ему, ангел, пойди там, Господь говорит, пойди и скажи там, или еще там. Как это? Он же не сам по себе это действует. Нет. Ну, послание Божье. Поэтому он выполняет волю Божью тоже сам. Тут в сомне едет. Потому что у нас тоже такие будут дела. Интересно. Какой вопрос возникает? Тут у меня никогда такой вопрос не возникал. Ел, а как он ел, когда тело было другое? А ничего, не такое, которое у нас тленное на одном месте. А тогда как? Никогда. Вот у Владимира Головина за это зашло, и сейчас его живут на счастье за это. Молодежь задали вопрос, а дальше пошло. Я не знаю, никогда. Я видел грань. Грань, за которой моя мысль не должна касаться. Настолько я ничтожен, и это и не надо знать. Сказано есть то, что вы поверили. Вот так. А знали ли таких, которые туда, в этой литературе известны? Все давно упали. Вера потерянная, а какой Бог, откуда она троится, Бог единый. И дальше пошло. И притом не мирями это все делали-то, а возьми туда заходили. Протопо по вакууму туда занесло. И он стал верить их троицу в четверицу. С филами, как они схватились-то. А почему? Премудрость. Премудрость, это Сапия сказала, она, как мудрость сказала, это речь-то идет о премудрости Божией. В аллегорическое поле. Теперь, сколько было толкователей. А вот так вот, до Откровения, от Матвея до Откровения, с сегодня творением, ну, немного таких. Я знаю Феофана Затворника, вот там прошелся по этому, ну, намного меньше. А вот Феофилак это все собрал. У него любимец был Иоанн Златоуст, мне это привлекло. И он начал, когда говорить, состояние народа было ужасное. Там описывается такое неверие. Было такое неверие, что епископат не верил, что Христос воскрес. И не верили в его общее воскресение. Так а вот, что же они тогда верили? Вот сели в детских войну, как это Господь взял, да, что уснули, и через 10 лет проснулись. Показали, доказали. А вот он решился на это дело. Народ, его там архиепископа этого терзает со всех сторон. А он, видимо, сказал себе твердость характера и буду толковать, собирать этих отцов. И уходит перед народом. И все это записали. А теперь мы берем, переводов-то несколько. Вот одинаковые, допустим, ты хорошо знаешь немецкий, она знает, он знает. Я вам дам по-русски перевести. Одинаковых переводов не сделать. Когда говорят 72 переводчика и одинаковые, это неправда. Такого не бывает. Ну, рукой, если двое кто-то ободел, тогда может быть один. Это то есть смысл один заложит. А переводов рукой написано 72 было. Вот, вот написано. И богатые нуждаются в помощи. А другой, кто смотрел, богатые. Так а богатые, это сильные. А слово сильные, это лев. И львы просят о пище. Это больше понравилось, и цатыри оставили об этом. А в другом-то переводе-то Ахилла, Симах, Пеододион. Это три переводчика, которые были самые известные в то время. И они перевели. Решет Альбея. А в другом месте Клябалет называется. А как так? Ярлатаус, перед ним открыто было вот. Четыре перевода. Симаха, Пеододиона, там Ахиллы, как говорят еврейские переводчики. И Сибей, и Сибей. А какой правильно? Он говорит, все хорошие. И толкует по всем этим. Один говорит, лев. Он говорит, борьбу толкует. Богатого, по-богатому толкует. Мне это ближе всего. Лично мне. Я златоуста принял и понял, здесь широка должна быть охватность. Простое слово, Парусь, я тебе скажу. Мне нравится эта коса. А что ты сказал? А? Много значений. Коса, может же я им сказать коса. Коса. Коси шуток. Люблю косую эту. А еще? Морская коса. Морская коса. Морская коса. Еще выражение. Ты под кого косишь. Коса. Дополнительные какие-то слова. Я читал, как Николай в японской косатке. Переводил на японский язык. И вот. Доходи как. Сначала на китайский. Уже меня переверил было. А с него как на русский. У нас в кресолке есть путь истинной жизни. Путь. Ну и переводи. Какой путь? Ну как путь? Дорожка. У нас одно значение. А у них шесть значений. Одна для всех дорожка. Другая для императора. А между ними дорожка для подмеченного. Своим словом называется. Что я должен тут поставить? Мы говорим. Сделаем поклон. Какой? А они учат. Потом родители Ватак. Сестерки Ватаклика. Потом императоры, значит, до земли. У них распределенно четко. Непонцы. У них война такая была. Самолеты взлетают. А колеса остаются на земле. А нет. Здесь колеса взлетают. Назад возврата тебе нету. И мы сказали. Там, на расстоянии от 30 километров. Американский корабль. Ты обязан удариться от него. И они дают выпить сакетом. А вот. Своим. Ну. А. Одуряющая. Прощальная чаша. Там написано. Написано. Как они пьют. Как летят. Американцы. Быстро стреляли. Но не успевали. Они потопили у них столько. Его как он. Прорвался через зигит на огонь. Рядом уже не возьмешь. Пушками здесь не наклоняется. Он прямо от самой водой долбанул. Все. И он в рай пошел. Их так учат. Это другая совсем нация. Все этикеты наши там не годятся. Показывают они в пещере. Окружили их. Американцы. Стрелять нечем. У каждого граната. А щеку вырвали. Все. Щеку вырвал. Все. Голову дредит. Каждый. Сколько было их там. 70 человек в пещере. А воевать больше нечем. Щеку вырвал. Все. И ворванул. Следующее. У них смерти нет. Их так приучают. Когда пошли по Маньчжуре здесь. А у них сзади. Мины. Поставлены. Как ящики. И они кустиками прикрылись. Там. Машины идут. Он выскакивает. Со всех ног бежит. Машина. По нее падает. Густиница на 0 ехала. Орванула. Густиницу оторвала. Остановите. Я один остался. Говорит. Когда его там захватили. Ну я как-то один из них был. Я врач был. У меня тоже показывают. Вот. Хиросима. Фильм там показан. И поэтому. Им надо переводить точно. Абсолютно точно. И как они мучились там. За три месяца перевели одну главу что ли. Они заменяют что-то. А у русских перевод незамененный. Что такое смоковица. Ты видел ее? Не видел. И я не видел. Вот. А дай хлеб наш насущный. А на севере. Они не видели хлеб. Переводчики перевели. Дай нам ее голову. Сушеную рыбу. Здорово конечно. Это не. Главное питание. Но у русских на это переводчики не пошли. Мы не понимаем что это такое. Но однако перевели как есть. Вы в Украинске знаете язык? Нет? Ну да. А как будет привести радость и невеста не невеста? По украински как будет? Ну невеста таки есть невеста. Радость это уже радость не невеста не невеста. Таким будет по украински. Так и будет? Да. Я слышал что не так правильно. Могут быть слова такие. Насчет твоего времени. Вот вертолет заменили на гелиокоптер. Гелио это солнце. А каптер это гелиокоптер. А раньше был вертолет. Таким был вертолет. Вот какого угодно слова. Потому что не было близкого Унского. Вот знаете вот сама со слов. В том числе и польских. Когда ростова невеста заменяется на это слово. А вот она все вернула. А вот она все вернула. Ты скажи. Что она опоздала мне сейчас. Потому что она сейчас передверь надо. Она не остается. Она не остается. А сейчас я даже не подумал. Это не может быть. А у нас не переводят. Нет. Нет. А у нас не смотри. Она смотри. Она смотри. Она смотри. Она смотри. В 3 часа. Еще давай начитаем. Так. Батюшка отпусти ее. Пусть она послушает еще маленьких. Так, Лука, 24-я глава, 45-я, 53-я свершена. Когда отверстие был ум к разумению Писания, тогда отверстие был ум к разумению Писания. И сказал он, так написано, и так надлежало пострадать крестей. И воскресно, в течение 3-й день, и проповедовано быть во имя его покаяния и прощения веков во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всего, и я пошлю обетование Отца Моему на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой случая. И вывел их вон из города Далифания и подняв руки, своей благословил их. И когда благословлял, и стал отдаляться от них и возноситься на небо, они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Толкование. Когда Господь умерел и успокоил сердца учеников, удостоверили бы в действительность воскресенье своего тела, своими величами, названием связать себя и в кушении пищи, тогда отвез им ум к разумению Писания. Ибо если бы душа их не утешилась, как бы они уразумели, находясь в состоянии беспорядочного, в состоянии смущения. Поскольку погибель вошла через дерево, то и клейми наближало быть разрушенному через дерево. И восхождение деревом наближало прожнить Господу, непобедимо прошедшему болезнь над деревом. Потом говорит, наближало Христу воскресный третий день, и проповедуло быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах. Здесь Господь говорит о крещении. Ибо в нем совершается покаяние через исповедь и отложение прежней злобы и нечестие и последует прощение грехов. Как понимать то, что крещение бывает во имя одного, только Христа, когда мы в другом месте научаемся совершать одное во имя Отца, и Сына, и Святого Духа? Матфея 28 глава. Во-первых, то скажем, что когда мы говорим, что крещение бывает во имя Христа, то не то говорим, будто нужно совершать одное во имя Христа. Но что нужно совершать крещение не иудейское, не иоанново, служившее и одному покаянию, но Христово, которым Христос крестился, то есть духовное, подающее общение Святого Духа и прощение грехов, что Он сам показал, крестившись ради нас в Гордане, и вилит Духа Святого в виде голода. Потом, крещение во имя Христа, понимать так, крещение в смерть Христова. Ибо как Он умер в третий день воскрес, так и мы образно погребаемся в воде, потом выходим из нее нетленными по душе и получаем залог быть нетленными по самому телу. Иначе, имя Христос помазанец, само Себе предъявляет и Отца помазавшего, и помазание Духа, и Сына помазанного. «Прощение грехов бывает во имя Господа, ибо когда во Христе соединилось и воспринято все естество человеческое, Ему не нужно уже было распадаться на два отдела евреев и язычников, но начиная от Иерусалима, Слово нужно было селиться и между язычниками, чтобы объединить весь род человеческий. «Вы же, — говорит, — свидетель сему, то есть страданию и воскресенью, Мужайтесь, ибо Я вскоре пошлю на вас обетование Отца Моего, о Котором Я сказал через Иоаиле, Излию от Духа Моего на всякую плоть и прочее». Иерусалим 2. Итак, вы, ныне боязливые и немужественные, оставайтесь в городе Иерусалим, Пока не облечетесь силой не человеческой, но небесной. Не сказал, пока не получите, но пока не облечетесь, Показывая через это, что духовное вооружение будет хранить их со всех сторон. Смотри, какое мужество! Еще не получили Духа, а живут духовно. Прежде запирались и к тому, а теперь живут посреди первосвященников, Не заботятся ни о чем житейском, но, презерев все, Постоянно пребывают в храме, хвалят и благословляют Бога. О, если бы и мы, став подражателями их, Постоянно пребывали в святой жизни, Хваляя и благословляя Бога такой жизнью. Ибо жизнь святая, и добродетельна есть слава и благословение Богу, Потому что Ему принадлежит всякая слава во веки. Аминь. А у Христа было одно погружение, когда крестился, Через три погружения. Видимо одно, потому что дальше не было понятия. Вот когда это почитаешь, Я спрашиваю, конечная цель всего, какая была? Ну, конец Докона Христос. Понятно. Но это конечная цель. Ну да. А не конечная цель. Она вплотную уже, цель, это была привлечена во Христе. И я пойду, и умолю Отца. И все, скажем, промежуточное звено только. И Он тогда, примиренный с вами, через жертву мою, подаст Духа. Я плечу тебе силой, и будь настоящим Христианом. Можно верить во Христа и жить по своим прихотям. Главная задача человеку, вот родился человек, Первый же день просил, зачем я родился, чтобы родиться второй раз свыше. И второе, ну родился я свыше. И второе, чтобы быть Вадимом, Духом Святым. Жить в Духе Святом. И я и Отец придем в Духе Святом. И обитель у Него сотворили. Вы храм Божий. У нас храмы, храмы, храмы. А там уже никого и не было. Там трупы стоят. Да не просто трупы, а скотомогильник. Почему? Ну где скотина хоронится, называется скотомогильник. А Господь говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Сегодня батюшка считал это. Пришел к погибшим овцам. А погибшие овцы, вот они валяются. Это скотомогильник, это не кладбище. Не было людей. Пришел к погибшим овцам Израиля. Погибшим овцам русским. А тут не овцы, а не хоть овцы были. От этого русские вообще ничего не знали. Не знали. Как-то патриарх говорил. Да мы не то, что там люди второго сорта, как нас считали. От патриарха Холестей того и говорил. Патриарх Кирилл об этом сказал. Что мы полузвери были. Как на него поднялись эти язычники. Такая культура, по язычникам. Такая культура. Каждому дереву клавились. Как? Дерево рубитое. Дерево, тебе больно, но ты держи, и я из тебя лодку сделаю. Плавать будем. На севере сейчас разные. На севере. И здесь главное все. И обречете силу. Господи, ну а почему ты силу не дал? Отец даст. А сын? И я пошлю. Вот это Филиоха вот здесь и родилось. Почему? Потому что он, Бог, Отец, находился с враждебным роном человеческим. Когда дары не шлют. Отец блудному сыну дары не посылал туда к своему корыту. А когда понял, заново родился. Сын мой был мертв. Блудница рядом обнимает. Он мертвый. Все умерли для одного. Нет правильного. Нет ни одного. Все лишены славы Божьей. Так а что? Все, 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 все. Так еще Божий Матерь, что ли? Написано так. Все. И она спасается жертвой Иисуса Христа. И она не просто, как я его родила, а села и спокойно. Нет, она была благовестницей. Она другим, ну, ее биография свидетельствует. Насколько она верна, я не знаю. Но берем так, как нам ее преподают. В Дилите Ростовского. И я пошлю. И будете живы. А вот кто из святых четко так выразил? Из русских я всех не знаю. С Кирилла Туропского я уже почти в житии оточитал. Сябрил Саровский. Смысл жизни. Матерь Лиловна, тебя сколько спрашивал? Никто не мог ответить. Ну зачем? Ну что, душу спасти. Правильно. Правильно. Ну, не в этом она. Спасти-то как ты и можешь? Ну, вера во Христа. Значит, Христос. Для меня жизнь Христос. А смерть приобретения. Когда? Когда жил в Духе Святом. Это сказал Серафим Саровский. Смысл жизни в стяжании Духа Святого. Вот этой празы я больше не ей не нашел. Вся жизнь, все направлено. Итак, если вам не хватает хлеба, просите, говорит, хлеба. Хлеб наш насущный. И вот, Отец подаст вам Духа Святого. Господи, так а мы хлеба насущного просили? Да, лепешки сделаем, блины там, пельмени. И подаст Духа Святого. Я бы еще не прочитал, так просят на хлеба. Но в хлебе благодарение Богу, которое открывает наше благодарение небо для новых благодеяний Божьих. Чтобы мы это поняли. А понять можно только в Духе Святом человек. Движимый Духом Святым. Все писание Богодухновенное. И не то, что они умные, хорошо язык знать другой. Но писали Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Так? Движимым. Так они апостолы. Апостолы, да многое вещей не понимали. Я бы при всех противостал Петру Павелу. Будет здорово еще как, с Петром Ростовицем. По-нашему, если сказать-то. И Варнава был увлечен этим лицемерием. А Варнава, это его земляк. Он его ввел к апостолу, когда все его опасались. И он все рассказал. И он мне противостал. Неправильно, неправильно по евангельской истине поступает. Я думаю, какую он нам свободу отвоевал? Не бойся, где бы ты ни был. Молись. Ни два перста, ни три, ни четыре, ни пять. Это все имеет значение в Духе Святом. Без олживей. Ты должен, значит, на Христос не Бог благословлять. Не Бог благословлять там два или три. Не было, дорисуй на иконах. Этого не было. У евреев благословение было как? Да благослови тебя Бог. Я благословлялся у католического ксензе. Они не так благословляют. Он руки сразу положил на голову у меня. И стал по ней почитать. Путешествия были. Я могу упал, могу благословить. Я вот, а Марк Калаченко снимал. Когда я вернулся, я стал попросить. Вставлять или не вставлять мне? Выставлять ролик-то? Какие разговаривали-то будут-то? Мы на общине пообсуждали. Большинство говорят, а вставки, чего вам бояться? Вам не бояться? Я просто, ну падение там было, больше не было. Это мой выбор. Я их признаю христианами, имеющими рукоположение. И поэтому, а он бритый был. Да, был бритый. Я сказал об этом. Бритеться не надо. Подарил Кристос православие. Я верю в это. И по вере моей было. Бритый был. У меня три птица по благословению. Спасибо. Бритый был. Бритый Божий, граждан, твоей милости к нам, Господи. Будь милости к нам, Господи. Не от верния от лица твоего, и духа твоего, и святаго, нет, и не от нас. Тебе слава. Отцу, Сыну и Святого, Господи, и Христиан, и Христиан, и Христиан, и Христиан, и Христиан. Аминь. Помогай, все сматывай. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова